Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 16 января вы смотрите еженедельный обзор главных аграрных новостей. Россия планирует удвоить экспортную пошлину на пшеницу, а также вести новый таможенный сбор на ячмень и кукурузу. Сельхозтехника подорожает из-за роста цен на металл. На Ставрополье ситуация с посевами назвали критической. Подробности в нашем выпуске. Минсельхоз России планирует ужесточить ограничения по экспорту зерновых. Как вы помните, с 15 февраля в России начнет действовать квота на экспорт зерна, а также вывозная таможенная пошлина на пшеницу, которая составит 25 евро за тонну. В главном аграрном ведомстве страны сочли, что этого недостаточно и теперь Минсельхоз России обсуждает возможность увеличить вывозную пошлину на пшеницу с 25 евро до 45 евро за тонну или примерно до 4000 рублей на тонне. Кроме того, может быть введена вывозная пошлина на кукурузу в размере 25 евро за тонну и на ячмень в размере 10 евро за тонну. Источники на зерновом рынке объяснили агентствам Refinitiv Agriculture, Reuters и Interfax, что к таким мерам Минсельхозу приходится прибегать из-за того, что пшеница на внутреннем рынке не сильно подешевела. Более того, на мировых рынках эта культура стала активно расти в цене после того, как правительство объявило о введении пошлин. 15 января стало известно, что Минэкономразвитие поддержало предложение Минсельхоза по ограничению экспорта. Причем ставка пошлины на пшеницу должна увеличиться уже с 1 марта и составит она 50 евро за тонну. И сейчас экспортная цена на пшеницу с протеином 12,5% остается достаточно высокой. По данным агентства Refinitiv Agriculture на 14 января, пшеница с протеином 12,5% на условиях ФОП Новороссийск торгуется по цене от 280 до 290 долларов за тонну. В середине недели средняя цена контрактов составляла 277 долларов за тонну. Сельхозтехника в России может серьезно подорожать из-за роста цен на металл, сообщает ассоциация Росспецмаш, которая объединяет производителей сельскохозяйственной и строительной техники. По данным организации, продукция металлурга в декабре подорожала на 35%, а по отдельным видам продукции даже вдвое. Металлопрокат стал дороже, и у производителей сельхозтехники не остается другого выхода, кроме как поднять цены на свою продукцию. Именно поэтому ассоциация Росспецмаш обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести плавающую экспортную пошлину на металл, с таким расчетом, чтобы внутри страны металлопрокат стоил на 20% ниже, чем на мировых биржах. В ассоциации отмечают, что раз уж правительство вводит экспортные пошлины на сельхозпродукцию, которые значительно ограничивают платежеспособность наших аграрьев, то следует позаботиться и о том, чтобы средства производства были доступны для наших фермеров и сельхозпредприятий. В конце декабря прошлого года президент России подписал закон о так называемой фермерской льготе. С 2021 года все хозяйства, которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, будут обязаны платить селекционерам роялти за семена, полученные внутри хозяйства. До сих пор таких платежей им делать не приходилось. То есть какое-нибудь сельхозпредприятие могло купить у семеноводческого хозяйства или у научного института семена пшеницы, допустим, элиту, размножить его у себя на полях и получить семена первой репродукции для посева на будущий год. При этом оригинатор сорта ничего за это не получал. С этим будет покончено. Все хозяйства, которые не принадлежат к малым и средним предприятиям, будут обязаны за полученные семена платить деньги научным институтам. Глава Национального союза селекционеров и семеноводов Анатолий Михелев отметил, что финансовая нагрузка на предприятие вырастет незначительно. Затраты на гектар увеличатся примерно на 0,5%. При этом финансовые вливания в науку в масштабах страны будут достаточно существенными. По подсчетам союза примерно 6-7 миллиардов рублей. Впрочем, пока еще не прописаны правила взимания этой платы. Национальный союз селекционеров и семеноводов сейчас как раз со своей юридической службой разрабатывает механизм этих отчислений. Росельхознадзор хочет ужесточить правила сертификации зерна. Ведомства считают, что оценивать пшеницу и другие сельхозкультуры должны только аккредитованные испытательные лаборатории. По действующему законодательству аграрии вправе обратиться в любую частную организацию, зарегистрированную в системе добровольной сертификации, чтобы получить необходимые на зерно документы. Росельхознадзор отмечает, что контроль за такими лабораториями на законодательном уровне не прописан, и поэтому выдавать необходимые сертификаты может любая фирма-однодневка. Например, в 2020 году Росельхознадзор обнаружил 27 липовых лабораторий, которые не находились по указанным в документах адресам, не вели свою деятельность, и фактически выдавали бумаги, не проверяя зерно. В основном такие лаборатории были зафиксированы в Москве, Московской области и Ростовской области. Услуги по сертификации зерна из-за пробелов в законодательстве можно заказать дистанционно через интернет в кратчайшие сроки. Это ведет к тому, что декларации выдаются на фактически непроверенное зерно. Если пшеница, например, окажется некачественной, и у стран-импортеров такой продукции возникнут вопросы, то России не избежать конфликтов. Чтобы покончить с недостоверным декларированием зерна, Росельхознадзор планирует обратиться в органы Евразийского экономического союза с просьбой ужесточить законодательство и, например, разрешить проводить исследования только в аккредитованных лабораториях и только при условии, что эксперт этой лаборатории будет самостоятельно отбирать пробы из партии зерна. Аграрии Юга России продолжают с тревогой смотреть на поля. Новогодние праздники подарили нам немного осадков, однако главы даже самых эффективных хозяйств признаются, что выходить в поле им страшно. По данным Агрохимцентра, Ростовский на Дону не взошло около 30% посевов. Это 867 тысяч гектаров. Из зашедших более половины находятся в стадии шильца. Всего 13% достигли стадии кущения. Отмечается повреждение листового аппарата на некоторых полях из-за заморозков. В Краснодарском крае ситуация более-менее благополучная, а вот на Ставрополье снова критическая. Губернатор края Владимир Владимиров отметил, что в этом году зима более снежная, чем в прошлом году, но по-прежнему в метровом слое влаги очень мало. Взошла всего половина посевов, и из них только 20% находятся в удовлетворительном состоянии. Институт конъюнктуры аграрного рынка составил весьма любопытный список рекордов первой половины сельхозгода 2020-2021. В нем собраны очень любопытные факты. Например, с июля по декабрь 2020 года мы увидели рекордно высокие цены на пшеницу, рекордно короткие сроки введения пошлин, и рекордный экспорт зерновых – более 31 миллиона тонн без учета неформального вывоза в страны Евразийского Союза. Зафиксированы рекордные отгрузки через порты Азова-Донского бассейна – более 13 миллионов тонн. А вот Северо-Кавказский федеральный округ вошел в этот список, к сожалению, с антирекордом. Всего 5,1 миллиона тонн получил федеральный округ в урожае пшеницы. И это самый низкий показатель за последние 16 лет. В 2021 год мы тоже вступили с рекордами. Во-первых, у нас отмечается рекордная площадь Азимах – 19,3 миллиона гектаров. Однако выросла до рекордной величины площадь посевов, которые находятся в плохом и изреженном состоянии. В конце ноября таких полей было 22% от площади Сева. В числе наших подписчиков есть много фермеров, которые увлекаются нулевой технологией. Мы видим это по вашим комментариям и по тому количеству просмотров, которые набирают видео, посвященные Наутилу. Думаю, будет не лишним напомнить, что в этом году, 4 и 5 февраля, в Ростове-на-Дону пройдет международная зимняя конференция Ассоциации сторонников прямого посева. По традиции на ней выступят российские и зарубежные приверженцы Наутила. На днях мы брали интервью у президента Ассоциации Вадима Бандурина, и он отметил, что самое ценное в этой конференции – возможность пообщаться с экспертами в этой отрасли и найти ответы на вопросы, которые вас волнуют. Так что, пользуясь случаем, приглашаем всех сторонников Наутил на эту конференцию. Подробности вы увидите в ссылке под видео. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, пишите в комментариях, что вас волнует.